Коллектив КБ-1 стоял у истоков создания ядерного щита нашей Родины. Сотрудники этого подразделения внесли большой вклад как в создание отечественной школы заряда строения, так и в формирование современного облика самого мощного в мире оружия. На торжественном вечере, посвященном 60-летнему юбилею, гостям напомнили о легендарном прошлом конструкторского бюро. Конструкторское бюро, опять-таки, от небольшого коллектива стало комплексом подразделений, в котором есть и конструкторские подразделения, испытательные подразделения, исследовательские, которые есть опытные производства, инженерная служба мощная. Настоящие КБ-1 не менее впечатляющие. За профессиональные успехи работников наградили знаками отличий за заслуги перед атомной отраслью третьей степени, почетными грамотами госкорпорации «Росатом», губернатор Нижегородской области. На сцену поднимались сотрудники различных специальностей – инженеры, конструкторы, токари, фрезеровщики и техники. Настоящий период также бюро конструкторское успешно выполняет все задачи, которые на него возложены. И вот в презентации главного конструктора тот этап, который называется период гарантированного обеспечения ядерного сдерживания. С поздравлениями к ветеранам и сотрудникам обратились руководители ядерного центра, профсоюзной организации, городской думы и администрации города. Они отметили высокий профессиональный уровень специалистов конструкторского бюро номер один. То, что делается здесь, не то, чтобы даже, наверное, в стране какие-то вещи не могут быть воспроизведены, но даже в мире уникальные вещи делаются в КБ-1. Руководители ядерного центра отметили, что конструкторское бюро номер один ждет не менее блестящее будущее. В ближайших планах – модернизация испытательной базы, реализация новых проектов в рамках федеральной целевой программы и совершенствование рабочих мест. Елена Гриско, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей САРУ-24.